Девушки отдыхают Не знаю, мне мама говорила, чтобы я не кушал фрукты, не помыв их А что? Они вот, чистые, я же потер их руками Этого недостаточно, надо их хорошенько помыть, потому что на них могут быть невидимые глаза микробы и яйца гельминтов Гельминты? А кто это? Это микробы и черви, живущие на немытых фруктах и овощах Они могут передаваться от человека к человеку через загрязненные продукты питания и воду Или же, когда мы ложим в рот то, что касалось фекалий зараженных людей и животных Мы недавно ходили к врачу Он прописал нам лекарство, которое убивает этих микробов и червей И мама нам всем купила эти лекарства Он еще сказал, чтобы мы всегда мыли руки перед едой и после туалета А еще после игр на улице и после игр с кошками и собаками А еще что сказал, доктор? А еще сказал, чтобы мы всегда тщательно мыли овощи и фрукты перед тем, как их есть А где эти гельминты еще живут? Они еще живут в воде речки, сырой или плохо приготовленной еде и почве Поэтому воду надо пить прокипяченой, есть тщательно приготовленную еду, мыть фрукты и овощи и надевать обувь для выхода на улицу А откуда они там появляются? Доктор сказал, что вода загрязняется от того, что мы не всегда ходим в туалет, а за кусты и за дом Во время дождя наши фекалии попадают в воду и черви оказываются в воде Чтобы этого не было, надо ходить только в туалет Черви откладывают яйца в воде и почве Когда мы едим что-то грязное или пьем непрокипяченную воду, ложим грязные руки в рот Мы можем занести эти яйца в свой организм Они будут расти внутрь нашего организма и когда вырастут, выйдут оттуда через наши фекалии Потом они откладывают яйца в воде и почве И все повторяется Еще гельминтами человек может заразиться от мяса животных Поэтому надо кушать хорошо проваренное или хорошо прожаренное мясо И каждый год проводить гельминтацию домашних животных, кошек и собак А что если гельминты уже внутри меня? Нужно всей семьей принимать лекарства, которые пропишет врач и выполнять правила, которые сказал доктор И что будет, если это выполнить? Доктор сказал, что мы все будем здоровыми, умными и красивыми Здоровое поколение – наша общая задача